Добро пожаловать на наш канал! Я так понимаю, там есть вопросы по земле. Земля здесь, она здесь сразу. 5 марта готовимся на Кубок мира. У нас осталось два командных турнира, боремся за лицензию на Олентинский. Какие проблемы? Проблема всегда с залом. Сейчас какую-то игровую тренировку или еще что-то проблематичное провести. Тут 6 ковров, тут основное место занятий и греко-римской сборной, по вольной борьбе и по женской борьбе. Когда их нет, мы снимаем два ковра еще для фехтования или снимаем все для гандбола. Ну вот так скажем. Владимир Евгеньевич, ну расскажите про сборную, про девчат, про планы. Про сборную? Давайте. На ковер давайте. Да, ковер скажем. Передевайтесь. Передевайтесь. Показывать надо, правильно? Да, ну. У нас сейчас приехали иностранные команды. Нова? Участливо. Так как команда очень сильная, нам очень много приезжают иностранцев. Стараться с нами тренироваться, как бы с парними, партнерами. Приехали, вот есть венгры, сейчас сегодня вечером приезжают еще и немецкие команды. Очень большой запрос, мы не можем удовлетворить их. В отличие сборную, где-то около 30 будет иностранцев. Где-то тут команды приезжают, 5-6 команды. И здесь очень сложно с размещением. База не вмещает столько людей, нам очень тяжело разместиться. Даже для нас... Вопрос не тренировки, а именно проживание. Проживание, тяжело с проживанием. Тренировки тоже тяжело, так как у нас все три вида. Это греко-римская, вольная и женская. Это три полноценные вида спорта. И один зал, две команды вмещаются, мы меняемся. А вот мы приходится, вот женская команда более уступчивая, мы переходим на выходные дни, чтобы тренироваться, чтобы только друг другу не мешать. Потому что мы никак не поместимся в один день, а в третьем марте. Сейчас заканчивается, завтра у нас сбор общей физической, специальной физической подготовки. А с 1 марта мы заезжаем на заключительный сбор, где уже технико-тактическое мастерство будем оттачивать. Ну, может, да, был министер. Одна политика, сейчас, может быть, другая. Там... Здоровья дед Михаилов, таки уже не живут. Да. Сегодня мы готовимся к Олимпийским играм, но у нас, как бы, вот этот этап, который состоится в Москве, он лицензионный. И мы повезем тех спортсменов, только тех спортсменов, где будет подниматься флаг Украины и где будет, как говорится, гинг играть в Украину. Я давно это потребовала, где-то в 15-20 годы это было. На это были выделены капитальные склады на государственные деньги. Но мы также хотим, чтобы каждый шоу и говорили нам дякую. Дякую. Дякую от души. Не просто мне сказать, а сказать вам дякую за кончозасву. Сказать президенту. Я хочу всем сказать, что спорт – это основа, что он прославляет нашу Украину. Это правда. Угу, это правда. Угу. Я хотел бы сказать свои чувства от базы. Хотел бы бы дякаться и вам, и директору. Вы знаете, я скажу так, нейморийное чувство какого-то места силы. Я приехал из Министерства, там другие чувства, мягко говоря. И тут очень-очень такая светлая атмосфера. Она честная, она отвертая. И я бы хотел бы дякаться директору вам за то, что тут отчуваешь эту энергетику. И, честно говоря, сюда хочется повертаться. Я бы, щиро кажучи, поменял себе с вами с вами место работы. Но, понимаете, министри приходят и уходят, а директора залишаются. Они больше надеяны средствами. Хотел бы дякаться. Далее мы готовы ответить на вопросы. А потом расскажем, что мы уже сделали, как мы двигаемся. Так, чтобы швидко, я скажу, чтобы какие-то вопросы сняти. С 1-го березня уже затвердені. Кабмін проголосовал новые нормы харчевания для спортсменов. С 1-го березня это уже будет. Сейчас у нас на выходе постанова Кабміну. Мы с всеми инстанциями их погоджим для тренеров. Я сподіваюсь, что с 1-го квитня мы запустим для тренеров. Здравствуйте. Я женский бокс. Мы за все за. У нас в обязанности следить за своим здоровьем. Но почему-то это все идет за наш счет. И как-то можно, что-то не за наш счет было. Потому что те, кто на запасе стоит, да, я понимаю. А некоторые вот мне звонят и говорят, Юль, ну мне нету на МРТ сделать. Мне нету спить на сиферис, кровь сдать. Потому что это деньги. Это по сборной команде? Это по сборной. Ну это вот у нас в женской сборной. Мы все хорошо. Хорошо. Все. Зафиксировали. Федерация бокса. Углубленный медицинский. Углубленный медицинский. Когда он нужен? Он конце года. Не, сейчас когда он нужен конкретно. Входится два раза в году. Когда нужен? В июне будет следующий уединение. Вам нужно в июне? Да. Хорошо. Я знаю, что раньше было легче. Вот так же приходили и говорят, а у тебя нету, да, будет завтра квартира. Она так решалась раньше. Потому что я вспоминаю, после 96-й год и 2000-й год, и оно было легче. Я знаю, что сегодня намного сложнее вся эта ситуация. Ну какие-то рычаги. Можно. Можно. Но в этой системе, когда вот у тебя нету, тебе дали, у тебя нету, тебе дали. А есть еще 180, которым не дали. Ну в этой системе тоже есть. Каждая область там тоже зависит. И от того же губернатора. Точно. В одной области давали, а в другой области олимпийским чемпионам не давали. Понимаете? Но это странно. Страна жадна. Да, а страна одна. Вот. Поэтому давайте выработаем модель, да, при которой… Ну вот этот вопрос я хотел бы, чтобы тоже… Согласны. Кто с нашей стороны? Я. Владимир, со стороны вас, ну вот кто готов… Мы напишем проект, да, как модели. Ну да. Если… Потом с вами обсудим. Хорошо, давай так. Через два месяца у нас будет модель и понимание источников финансирования. И объемов. Окей? Да. Потому что есть еще второй вопрос. Можно еще… Я подумал сейчас. Можно вторым образом еще по эти… Часть денег дать по льготному кредитованию. Да. В общем, мы с вами отработаем. Хорошо. Зафиксируем. Запускаем суд арбитражный при НОКе. То есть вот он в течение, я надеюсь, двух-трех недель мы запустим суд при НОКе, где спортсмены федерации могут выяснить свои взаимоотношения. Также этот суд будет корреспондироваться со спортивным арбитражом глазами. То есть мы сейчас создадим вот этот… Институционально… Министры бывают разные. И не должна вся система зависеть от того, хороший министр или плохой. Мы должны создать институцию, куда каждый спортсмен может обратиться и сказать, смотрите, это нечестно. Разберите, пожалуйста, ситуацию, примите решение. И это решение будет обязательно для федерации. Мы в контракт с федерациями заложим… Вот как будет механизм работать? История, что этот суд является обязательным. Не выполнили решение суда, лишились финансирования. И обязательно, например, перевыборы. Но это уже в другом законодательстве. То есть мы должны заложить такие инструменты, чтобы федерация по-настоящему стала общественной организацией, а не клубом по интересам. Я никого не хочу обидеть, если такие есть. Спасибо.